Субтитры делал DimaTorzok Вот эта посылка от Modimeo электровоза, обзор на который вы просили много-много раз. Наконец-то эта машина у нас и мы ее можем обозреть. Вот такая, видите, штучка. Делаем анбоксинг. Итак, сама модель и журнал. А тут еще открытка. Так, не будем спойлерить. Вот так. Это убираем сюда. Ну, модель пока не распакована, отложим ее в сторону. Как обычно, начнем обзор с журнала. 160 электровозик. Вокзал Ртищева. Димеево номер 9 нашего поезда. Здесь все по базе. Три раздела. Первый иностранный переменник. Мыльница и аквариумы. История вокзала Саратова. В Саратове, кстати, переменка. Там тоже четверки работали. Четверка 012. Это музей на Балтийском вокзале. Самый красивый локомотив в мире. Естественно. Первый иностранный переменник. Видите, теперь в каждом журнале такие стилизованные чертежи электровоза. Ну, или тепловоза. Предыстория. ЧС-4001. Этот электровоз особый. Был построен в 64 году и вроде как передан в Союз. Однако в 1966 году был возвращен на завод в Чехословакию, где спустя время получил новую серию С-699.1001. Долгие годы он работал в качестве нагрузочного агрегата на местном экспериментальном кольце. У него, видите, окошки были такие узенькие, в отличие от всех последующих машин. Ну, скажем, вот этой. Решение о закупке этих электровозов способствовало расширению присутствия на наших железных дорогах традиций европейской культуры и прогресса в области локомотивостроения. О, серийное производство. Смотрите, сразу два электровоза. Причем у обоих разный окрас. Этот ближе к оригиналу, а этот уже потрепанный временем. Как обычно, технические характеристики. А это кабина позднего Чеха, причем даже не целиком, а только фрагмент кабины. На первых машинах, как известно, пульт был не металлический, а пластиковый. Он был в два раза шире, и контроллер тоже был не из металла. О, вот она, картинка и открытка. Смотрите, народ. Видите, такое подстарено запиленное. Открытка рабочая. Тираж в этот раз побольше. 5820 экземпляров. Ну, а здесь уже непосредственно фотогаллери. Вокзал Артищева. И вот люди пришли посмотреть на ЧС-4. Машина 160-я, кстати. Реальный 160-й Чех был построен в декабре 69-го года. И почти сразу принял участие в Москве на ВДНХ в качестве электровоза. Затем работал сначала в ТЧ Киров, затем в депо Балашов юго-восточной дороги. А в 2013 году аппарат был списан и передан в музей Самгупса, где и находится по сей день. Мыльница и аквариум. Ремонт и эксплуатация. Смотрите, четвертая машина на испытаниях. Это по ходу в Щербе. Сам электровоз Чех. Дальше, похоже, секция ВЛ-80К. За ней вагон-лаборатория. А дальше, вроде как, ВЛ-60 электровоз. И вся эта конструкция по Щербе каталась. Видите, в конструкцию ЧС-4 были реализованы некоторые технические решения, совершенно не характерны для советского электровозостроения. Конечно. А здесь локомотив ЧС-4 во главе состава. Вон еще вот напорные башни какие классные. На переднем роге едут, ребята. Электровоз 31-й на момент выхода материала в печать сохранялся в парке ОАО РЖД на базе запаса Ермолина. И вставка про вокзал. История вокзала Саратова. 851 километр от Москвы. Саратов один пассажирский. Здесь-то красивее смотрится. Год постройки 77-й. Понятно. Опять-таки, по традиции, заметка Алексея Вульфова. Участок Саратов-Втищево. Один из последних мест службы электровозов ЧС-4. И немножко рекламы. Серия продолжается. Впереди новые крепости. А здесь спойлер. Спойлер того, что уже вышло. Можно заказать АЧК АЧ-2. Чехословацкая автоматриса. 50 выпусков. История дорог. Масштаб. Рельсы будут со скидки, если оформить подписку. Доставка будет также бесплатна. И действительно, Мадемио вручает подстаканник тому, кто оформит подписку и получит 10 номеров. Что ж, прекрасно. Интересный журнальчик. Надо будет почитать. И тем более, есть открытка. Ну что ж, плавно переходим к электровозу. Тарам! Вот она, смотрите. В лучах люминесцентного освещения. Ну как, красота же. ЧС-4 в оригинальном окрасе. Это же просто, просто неописуемо. Ладно, давайте распакуем. Ускоряем музычку немножко. Итак, начали. Готово. Вот она машина моей мечты. Привет, Даниле. Открываем. Как легко открывается. И достаем. Офигеть. Так, ребята, сначала просто смотрим. Первое впечатление, просто восторги. Очень качественно, очень детализированный проработан на эту модель. Много накладных деталей, которые создают еще больше антуража. Слушайте, ребят, просто великолепно. Ходовка, крыша, кузов. Итак, модель электровоза ЧС-4 от Модимео, номер 9, крышевое оборудование. На самом деле, крыша на этих электровозах очень сложная, при том, что она имеет много достоинств, и одно из которых является то, что крыша ровная. В отличие от тех же ЭП-1М или ЭП-20. Здесь, когда ты начинаешь ее осматривать, выполняет ЭО-1, тебе не надо ходить по горам. И вот смотрите. Прожектор. Имитация лампочки. Стекло отдельной деталью. Причем на настоящих Чехах стекло здесь было специально поляризационное, которое, по задумке, предотвращало ослепление встречных локомотивных бригад. Дальше токоприемники. 2 СЛС-1. На самом деле, рога очень классные, прекрасно обслуживаются, очень удобные. Угольные вставки, видите, нарисованы черным. Правда, в отличие от оригинала, здесь почему-то три ряда угольных вставок. Может быть, где-то применялись полозы с тремя рядами, но у нас были всегда только с двумя. Укосины покрашены в красный. На мой взгляд, укосины можно перекрасить все-таки в серебряночку. В остальном, все воспроизведено очень здорово. Видите, цилиндр подъема токоприемника. Вот этот изолятор. Подъемные пружины. Даже тяга со стороны цилиндра, видите, имеет такой изгиб, как в реальности. На изоляторах, к сожалению, не реализованы имитации тарелок. В целом, токоприемники выполнены очень детально. Здорово. Переходим к главным резервуарам. Резервуар на этом электровозе выполнен отдельной деталью. Причем, что бросается в глаза, и это очень радует. Видите, вот эти воздухопроводы, они тоже накладные, они тоже отдельной деталью. То есть, видна вся эта сверху пневматическая часть электровоза. И здесь, вы тоже видите, трубопровод подходит. Сымитированы поручни на кожухе резервуаров, вот таким образом. И вот эти вот ребра жесткости тоже показаны. Резервуары очень классные. Центральная часть крыши и электрический аппарат, установленный на ней. Это прежде всего главный воздушный выключатель и высоковольтный разъединитель. Имеется также высоковольтный разрядник. Показаны здесь опорные изоляторы. Давайте с ГВ начнем сначала. Вот, видите, отдельные изоляторы, показы на главном выключателе. Даже, смотрите, реализован заземлящий кронштейн. Электровоз сейчас холодный, поэтому ГВ тоже выключен. И вот он, поворотный нож, который, видите, стоит на заземлящем кронштейне. Кронштейн покрашен красным, хотя, на мой взгляд, лучше он был бы серым. Вот, смотрите, реализована еще отдельная камера. На ГВ тут окошечко и туда заливается специальная, как она там, амортизационная жидкость. Нильнейный резистор. И вот он, высоковольтный разъединитель. Имеется вот эти поворотные изоляторы с ножами. Здесь должен быть еще заземлящий кронштейн в этом месте. В остальном вообще все классно. Вот, видите, имеется отдельный люк. Эти люки съемные. Вот эти тоже люки. Они тоже могут сниматься. Имитация крепления этих съемных люков показана тоже. И вот эти жалюзи. Как они классно реализованы. Вот показаны все эти элементы. Видите, такая гребенка, как у китов. Нет, крыша в целом проработана великолепно. Дальше давайте посмотрим кабину машиниста. Там реализован пульт. Имеется две сидухи. И вот он сам пульт, посмотрите. Имитации двери тоже есть. И здесь вот в коридоре, поскольку окна большие, видно все-таки немножко элементы высоковольтной камеры. И тоже они тут представлены. Переходим к кабине. Вот она кабина, одна из самых стильных. Вообще эта машина, как уже было сказано, считается едва ли не самой красивой. Давайте сверху вниз. Итак, огромные окна. Видите, они вставные, отдельно детали сделаны. Тоже окантовочки, естественно, уплотнители. А здесь вот смотрите, как сделали сложные параваны. Вот он так выделен красной краской, параван. Вот эта высокая площадь остекления сразу же делает электровоз очень проработанным. Заодно со средней стойкой отлить поручень. А вот эта площадка, куда встает помощник, когда трет окна, она выполнена, видите, отдельной деталью. Удобная, кстати, штука очень. В отличие от того же ВЛ-80 или ВЛ-60, где помощник вынужден постоянно балансировать, вспоминая фильм «Эквилибриум». Буферные фонари на этом электровозе вообще просто космос. Видите, у них имеются такие хромированные накладные ободки. И внутри фонаря белый и красный огонь. Здесь вот, видите, сымитирована подставка дополнительная, куда помощник встает. И дальше автосцепка. Вот этот ЗЕВ. Автосцепка двигается? Да, автосцепка может перемещаться. Ну и все элементы автосцепки тоже реализованы. Вон, видите, эти центрирующие балочки, маятниковые болты видны. Рукавы оконцевые. Вот рука в тормозной питательной магистрали. Здесь можно крантик сам покрасить красным, а этот крантик питательный синим. Отдельной деталью, смотрите, выполнен кабель электротопления. Вагонов на 3 киловольта. Да, по кабине просто здорово. Идем дальше. Теперь кузов. Между прочим, многие считают дизайнером кузова ЧС-4 Атакара Диблика, того самого, который рисовал знаменитую ламинатку. Но нет, непосредственно в чешском журнале про железную дорогу раскрывается этот момент. Экстерьер ЧС-4 рисовал другой дизайнер, Милош Фронче. Фактически эти электровозы объединяют только стеклопластиковые кузова. Смотрите, поручни отдельной деталью. Выштамповка под ручку дверин покрашена серебряночкой. Выштамповки под ступеньки. Окна очень аккуратные. У каждого окна имеются уплотнители. И снизу на раме кузова, смотрите, даже имеются специальные кронштейны, чтобы электровоз можно было строполить и поднимать. Например, в порту при погрузке. Что касается окраса машины, окрас вообще великолепный. Видите, и звездочка реализована, и полоски. Нигде краска никуда не затекла. Все очень аккуратно наложено. Очень здорово, что электровоз имеет разные оттенки. Переходим к экипажной части. Вот они, знаменитые легендарные тележки, которые на настоящем электровозе выше всяких похвал. Практически ничего не слабло. Редкий раз ослаблен кронштейн песочной трубы или выйдет из строя какой-нибудь гидродемпфер. Бывало, еще на них мерзли форсунки песочных труб, отсыревали, их приходилось чистить. А так, в остальном, каких-то нареканий, в принципе, не было. Давайте посмотрим повнимательнее. Имеется такая рама, тоже сложной формы, со всеми необходимыми приливами и кронштейнами. И дальше уже идет рессорное подвешивание. Вот такие пружины цилиндрические. И дальше, как известно, у ЧС-4 рессор нет, имеются под буксовые балансиры. Вау, классно. Вот, смотрите, это авторегуляторы. И авторегулятор тоже реализован, сымитирован. Сверху вон даже флажок авторегулятора. Такая пимпочка, которой можно распускать его. Офигеть. Вот она, букса. И здесь сымитированы болты. Интересно, на самом балансире есть вот такая выштамповка, канавка. А здесь, на балансире, на концах, имеются так называемые автоштаферные масленки. И вот это пробочка этой масленки. И они здесь тоже реализованы. Смотрите, поводки показаны. Вот поводок. И вот поводок. Вот сайлент-блоки и сами поводки. И они здесь реализованы на всех тележках. С помощью поводков рама тележки крепится к буксе. Колесные пары вращаются. Бандажи выкрашены в белый. И имеются еще вот такие спицы. Ребят, тут, на мой взгляд, по экипажной части даже 20 из 10. Настолько реалистично и правдоподобно реализовано. И вот винты, с помощью которых тележку можно снять. Кронштейны катушек LCN. Вот эти две катушки показаны. Вот саморез, с помощью которого крепится автосцепка. Она тоже съемная. Дальше ящики аккумуляторной батареи. Сымитированы два ребра жесткости, как на реальном электровозе. И даже, заметьте, такая мелочевка, как вот эти, видите, запоры. Они ослабляются и поворачиваются. И крышечку можно откинуть. И вот даже такую мелочь, у меня, наверное, даже не видно толком здесь. Вот они, с двух сторон. И они реализованы. А давайте сейчас сравним ЧС-4 и ЧС-4Т. Тарам! Вот, смотрите, друзья мои, сразу два электровоза. Бать и сын, так сказать. И обе машины от Мадимеева. На самом деле, как рассказывали старики, работать удобнее было, конечно же, на ЧС-4Т. Там и кабина была удобнее, и проход из кабина в кабину был шире, в отличие от ЧС-4. И даже такая вещь, как клеммная рейка, на ЧС-4 располагалась за кабиной, в достаточно удобном шкафу. А на ЧС-4 она располагалась в самой кабине за креслом машиниста. Давайте посмотрим теперь на рельсах. Имеются вот такие Мадимеевские рельсы. И, собственно, сам электровоз. Так. Вот так. Вот. Вот он, видите, так на этих рельсах катится. Теперь посмотрим рельсы от Пику. Вот такие старенькие, очень старенькие. Не знаю, что лет, наверное, 40 и больше этим рельсам. Посмотрим, как на них он будет стоять. Кожурки нафиг. Останьте эти рельсы на правильные. А, мэ. Вот что, смотрите, катится. Вот, видите. Тут, тут, тут. Великолепно. У колесных пар просто имеется, видите ли, люфт определенный на этих моделях. И поэтому он встает и на колею 16,5 мм. Итак, ребята. Во-первых, благодарность вам за то, что вы посмотрели этот ролик. Пишите, пожалуйста, в комментах, насколько понравился этот электровоз вам. И второй вопрос. Напишите, что обозреть следующим. Есть возможность обозреть автоматрису АЧ-2, а есть возможность обозреть крытый вагон грузовой. И, конечно же, огромное спасибо Модимео. За то, что она делает для нас столь шикарные модели. По столь привлекательным ценам. Наверное, и в будущем модели от Модимео будут выделяться вообще в отдельную эпоху. Ну что ж, друзья, всех с наступающим Новым Годом. Счастья и радости в Новом Году. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем удачи. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok